Привет! Это феминистки. И сегодня мы поясняем за бытовой сексизм. В патриархальном обществе люди разделены на два лагеря – мужчин и женщин. Все, кто противится этому разделению, оказываются за бортом общественной жизни. Остальным предъявляют список правил, которым они должны соответствовать, чтобы быть настоящей женщиной или настоящим мужчиной. При этом женщина должна быть красивой, слабой, терпеливой, послушной, заботливой. А мужчина наоборот – сильным, смелым, напористым, грубым. Иными словами, не таким, как женщина. Хотя гендерные предрассудки касаются обоих полов, сильнее всего они ударяют по женщинам. Потому что в основе гендерных предрассудков лежит представление о том, что маскулинное – это что-то достойное, а феминное – что-то очень среднее. Женщины каждый день сталкиваются с бытовым сексизмом. Так что же это такое бытовой сексизм? Бытовой сексизм – это когда в школьном букваре мужчина – это пилот, плотник или капитан, а женщина – моет раму. Или когда тебе говорят, что тебе лучше выбрать гуманитарную специальность, потому что девочкам лучше даются языки. Или когда президент твоей страны говорит, что у него не бывает плохих дней, ведь он не женщина. Или когда тебе говорят, что для женщины ты водишь очень неплохо. Или когда на запрос «школьник» в интернете вы видите фотографии обычных мальчиков, а на запрос «школьница» вы видите сами знаете что. Или когда кто-то рассказывает дурацкий анекдот про блондинок. Или когда тебе рассказывают, что женщина может быть счастлива только рядом с мужчиной. Или когда тебе говорят, что «телочка» – это не оскорбление, а комплимент, потому что страшную бабу телочкой не назовут. Или когда 8 марта тебя и других женщин коллеги поздравляют как украшение коллектива. Или когда любое выражение со словом «женский» используется в пренебрежительном ключе. Особенность бытового сексизма заключается в том, что он часто выглядит как комплимент или жест заботы. Это еще называется доброжелательный сексизм. Но это ловушка. И чем чаще мы в нее попадаем, тем больше начинаем сомневаться в собственных силах и способностях. В конце концов, мы и сами начинаем верить, что ни мы, ни другие женщины не способны на что-нибудь серьезное. Это называется внутренняя мезогения или интернализованный сексизм. Каждый раз, когда вы услышите комментарий по поводу вашей внешности или ваших способностей, спросите себя, а что вы в такой ситуации сказали мужчине? «Милый, давай я забью гвоздь, это же сложно. Может повредить твоему мужскому здоровью». О, для мужчины ты отлично водишь машину. Зачем тебе эта физика, сынок? Женись, роди троих детей. Первое и самое сложное – это победить привитую нам с детства привычку быть благодарны за любой комплимент. Благодарите за комплимент тогда, когда он вам приятен и действительно уместен. Во всех остальных случаях отстаивайте свои личные границы и не стесняйтесь поставить на место того, кто их нарушает. Отказывайтесь от помощи, когда она вам не нужна. Если сексизм уносит агрессивный характер, не любезничайте с обидчиками, не бойтесь дать сдачи. Быть сильной – ваше право. Ступайте в спор. Объясните, что неравное распределение мужчин и женщин в той или иной области – это следствие социализации и воспитания, а не естественной природы вещей. Бытовой сексизм отравляет нашу жизнь. Учитесь распознавать его и не бойтесь с ним бороться. Всегда и везде. И сегодня мы признаем за бытовой феминизм. И ногами запуталась, короче, упала. Будь как баба. С пор, как я купила инвеструальную чашу, у меня тоже не бывает плохих детей женщин. Продолжение следует...